Следующий вопрос от дуа Ахтеба Салават. Произнеси дуа в конце намаза или после намаза. Калят Тирмизи, передает имам Аль Тирмизи, Анаби Умама, от Абу Умамы, Аннанабия, Салаллаху Алиюсаляма, Суиля, Айю, дуа и Асма. То, что однажды пророка, Салаллаху Алиюсаляма, спросили, какой дуа наиболее отвечаем? То есть, какой дуа Всевышний Аллах, Салаллаху Алиюсаляма, отвечает на него наилучшим образом? И пророк, Салаллаху Алиюсаляма, сказал, Такая дуа, такая мольба, которая произносится в конце ночи, а также в конце предписанных обязательных намазов. Сказал Хафиз Ибн Хаджир, точнее так, разбирая этот хадис. Книга Натайджу Алиюсаляма, это что? Книга, в которой Ибн Хаджир привел тахрич хадисов, книга Алиюсаляма Алиюсаляма. То есть, в книге Алиюсаляма Алиюсаляма приведены различные хадисы, в которых приведены зикры, дуа и тому подобное. И Ибн Хаджир привел эти хадисы, так и разобрал их, то есть, какие из них являются достоверными, какие из них являются слабыми и так далее. Так, что касается напечатанного из этого, то выпущена как книга часть, часть книги Натайджу Алиюсаляма Алиюсаляма, Хафиза Ибн Хаджира. Так вот, говорит Ибн Хаджир, «Этот хадис, который приводится в Тирмизе, у него есть болезни. Ихдага, первая болезнь Алина Китаа, прерванность. Кал Аббас Ад-Дури в Тарихе. Сказал Аббас Ад-Дури, то есть, один из, что мухаддисов это община, в своей книге Ад-Тарих. От Яхи ибн Маина. То, что Яхи ибн Маин сказал, «Ла местна Абдурахман ибн Сабит, мин аби умама». Абдурахман ибн Сабит, син, вначале, так, не слышал ничего от абу умама. Так, нетуга и вторая причина, или вторая болезнь, «Ан-Ана ибн Джурайч». То, что Ибн Джурайч сделал, «Ан-Ана в этом хадисе». То есть, он мудалис, так. Та, лиха туха и третья причина, «Аш-шазуд», то, что в этом хадисе есть отклонение. «Фаинну лжаа ан-хамса мин асхад аби умама». Потому что сразу пять учеников абу умама передают этот хадис от него. «Ослуга за хадис, мин реват аби умама на Амр ибн Абаса». Так, то есть, все они передают основу этого хадиса от абу умама со слов Амра ибн Абаса. И все они приостановились на первой половине хадиса. И то есть, не добавили вторую половину хадиса. Что у нас за хадис? Когда Пророк, салалу алисаляму, спросили, какой дуа Всевышний Аллах, салалу алисаляму, отвечает на него наилучшим образом. Пророк, салалу алисаляму, что сказал? Тот дуа, который произнесен в конце ночи и дуа, который произносится в конце обязательных предписанных намазов. Так вот, этот хадис является сам по себе достоверным, но не в этой форме. А в какой форме? То, что наиболее отвечаемая дуа, это которая произносится в конце ночи. Что касается упоминания обязательных намазов, то эта добавка является недостоверной. Понятно или нет? Ее не упомянул никто из учеников Абу Умамы, кроме одного из них. Так, кроме одного из них. Поэтому шейх Мухбиль привел от хадис своей книги Асахель Муснар без этой добавки. То есть, без добавки, то, что наиболее отвечаемая дуа, это в конце обязательных намазов. И некоторые ученые использовали этот хадис, то есть Абу Умамы, на то, что является желателем делать дуа после намазов обязательных, после обязательных намазов. И на самом деле, нет ничего достоверного от пророка, относительно дуа после намазов. Есть дуа до саляма, в намазе, до саляма в намазе. А после намаза, то есть, такого, что пророк, саляму, делал дуа так, чтобы его все слушали, и люди, допустим, что говорили, амин, как это у нас делается в СНГ, так или нет. То есть, после намаза люди собираются в круг, или каждый сидит в своем ряду, и имам делает, что какие-то дуа, поднимая руки, все люди поднимают руки, и все хором кричат амин, и тому подобное, но это нет никаких доводов. Паля в шейху ла-исламе в мутайме, камахи Маджму аль-Фатава. Говорит шейху ла-исламе в мутайме, как это прислов в книге Маджму аль-Фатава, 22, 512, 513. Говорит у с сахаба тлаифатун ухра, мин асхаби шафи и ухайри, ад дуа Акиб, целая группа из шафиитов, а также других, почитали желательным делать дуа после пяти обязательных намазов, имеется ввиду после салама. Но при этом все они сошлись на мнении, что если кто-то этот дуа оставит, то его нельзя порицать. Обрати внимание, так у нас, если ты этот дуа оставишь и уйдешь, тогда как все делают дуа, тебя начинают порицать. Так или нет? Так, говорит шейх, шейху аль-Ассаму, в тайме, то что все те, которые говорят, что это желательно, сами же они единогласны в том, что если кто-то этот дуа оставляет и уходит так, то нельзя его порицать, то есть не подвергается порицанию. А тот, который будет этого человека порицать, то он ошибается по единогласному мнению ученых. Все на этом согласны. Потому что это дело не является приказанным в шариате. Ни в обязательном порядке, ни в желательном порядке именно в этом месте. Как понять именно в этом месте? То есть именно после обязательных намазов нет такого, что именно в этот момент надо садиться и делать дуа. Тем более, общественные дуа. И тот, который порицает того, кто оставляет эту дуа, сам заслуживает больше, чтобы его, наоборот, порицали. Более того, тот, который делает эту дуа, больше заслуживает, чтобы его порицали, чем тот, который не делает этого дуа. Потому что постоянствовать в тех делах, которых не постоянствовал пророк, саллиллаху али-васалям, относительно, допустим, пяти обязательных намазов, так это не является узаконенным. Более того, является порицаемым явлением. Понятно или нет? Это очень важно. Дальше. Сумма-каль, затем дальше, шейх-христаам сказал, Если же имам, или тот, который сидит за имамом, иногда, изредка, после намаза будет делать дуа из-за какой-то случившей ситуации. То есть, допустим, с мусульманами что-то произошло, или кто-то попал в тяжелую ситуацию, например, предстоит ему операция, допустим, так или кто-то попал в аварию. И имам после намаза скажет, такой-то наш брат попал в тяжелую ситуацию, делать из-за него дуа, пусть Аллах смотри ему поможет, и что-нибудь подобное. И сам сделает за него дуа. Кто говорит, что это не будет противоречием сунни? Почему? Противоречие тому, кто делает это постоянно. То есть, разница в чем? Если ты делаешь это изредка, не беря это как за сунну, постоянную, то в этом нет проблем. Если, однако, человек делает это постоянно, при этом еще порицает тех, которые этого не делают, то это является противоречием сунни, и является нововведением, которое не делал посланник Аллаха, саллаллаху али-всалям. Саид. Дуа или не дуа? Дуа, так? То есть, поэтому мы говорим, в общем, это не установлено. Но есть некоторые моменты, в которых установлено, после намаза делать дуа, как, например, намаз али-всихара. И другие намазы. И если совершающий намаз делает дуа один. Имаман кана аума муман. Если он имам или тот, который за имамом. То есть, имеет шейху али-всалям, это первый случай. То есть, когда каждый делает один за себя дуа. Понятно ли нет? Или за других дуа делает. Либо он один дуа прочитал, либо он имам, сидит тихонечко, делает дуа, либо те, которые за ним сидят, имеют в виду, не в форме общественного дуа. Так, это первый случай. Воссояние второй случай, или вторая ситуация. Если и имам, и те, которые за ним, делают дуа вместе. Хором. Так. Общественную дуа делают. Фааза сани. Ла райба аннабия, салаллаху али-всалям, лам яфаалуу фиаа каби л-мактубат. Вот это вот второй случай, то есть, общественная дуа имама и тех, которые за ним, вместе так. Это говорит, без сомнения, не пришло от пророка, салаллаху али-всалям, и посланник Аллаха, салаллаху али-всалям, такого не делал в конце обязательных намазов. Наоборот, он делал азгары, которые от него пришли. То есть, сидел тихонько так и поминал Всевышнего Аллаха санатали, и каждый, кто за ним, так же делал. И никто этого не делал хором. Говорит, из ла усааля залика, ла нахалагу али-всалям, асхабу, сумма табиун, сумма улема. Потому что, если бы пророк салаллаху али-всалям, такое делал, представь, пророк салаллаху али-всалям, такое делал, передали бы сподвижники, а так же потом табиуина, а так же потом ученые. Правильно или нет? Не может быть, что пророк салаллаху али-всалям каждый день, после пяти намазов, или после некоторых из них, постоянно сидел делал дуа, вместе со своими сподвижниками после намазов, и никто этого не передал ни в одном хадисе, ни в славу, ни в сверну. Понятно или нет? Говорит, ка ма нахалу ма гу аду на залика. Ведь сподвижники, а так же те, которые за ними, передали от пророка салаллаху али-всалям вещи, которые меньше этого, реже этого. Как палец ставить, правильно или нет? Как руки ставить, что борода шевелилась во время намаза. То есть такие мелкие вещи передали, так, относительно маленькие вещи имеются в виду. А такой большой процесс, который делался бы в течение всей жизни, после каждого намаза никто не передал. Такого быть не может. Говорит, поэтому ученые поздние относительно такого дуа, то есть общественного, общественного. У них есть несколько мнений. Минхум. Некоторые из них сказали, что это является желательным после намаза фаджир, а так же афр. Как об этом сказали группа из ханафитов, а так же малекитов, а так же ханбалитов, а так же других. И при этом у них нет никакой сумны, которую бы они могли привести в довод. Как понять сумны? Что имеется за подсказом сумны здесь? Да, то есть нет у них никакого хадиса, который бы они могли привести как довод на то, что желательно делать общественную дуа после намаза в хаджире, после намаза афр. Так, говорит, но в довод они привели, что после этих двух намазов нет намазов. Как понять? То есть, фаджир читается, что утром, после него долгое время намазов нет. Так или нет? Афр, это последний намаз, который читается днем. Следующий намаз уже в ночное время. Говорит, другое мнение в этом вопросе. Некоторые сказали, что такое общественное дуа делать желательно после всех обязательных намазов. То есть, первое мнение какое? Только после фаджир афра. Второе мнение после всех. И сказали, но не надо это делать вслух. Кроме, как если имам хочет научить этому тех, которые за ним. Как об этом сказали целая группа из шафиитов, а также других. И также, относительно этого, у них нет никакого довода, который бы они могли привести. Кроме общих доводов на то, что мольба является узаконенной. Понятно или нет? То есть, говорит, и они сказали, что после намазов, после намазов, так, это более ближе к ответу. Они сказали, Аллах, лучше ответить тебе на дуа, если ты будешь делать его сразу после намаза. Понятно? Откуда они это взяли? Со слабого хадиса, так или нет? Со слабого хадиса, который мы приводили, который мы приводили в начале разбора этого вопроса нам. И сказали, что он является слабым, отколотым. Саиб. Дальше. Говорит, то, что они упомянули, то есть, то, что Аллах Всевышний лучше отвечает на эту дуа, то говорит, это неправильно. Наоборот, Всевышний отметил это внутри намаза. То есть, Всевышний, Аллах Санатар, отвечает лучше на дуа, если ты делаешь дуа перед салямом внутри намаза. Ясно или нет? А не после намаза. Потому что дуа в конце намаза, до выхода из намаза, то есть, до саляма, является узаконенным, является сунной, причем сунной, которая пришла в многочисленных хадисах. Так? И по единогласному мнению мусульман. Понятно? То есть, дуа поэтому нужно делать до саляма, а не после саляма. А после саляма что уже нужно делать? Азгар, поминание Аллаха Санатар. И то эти азгары тоже не должны быть общественными. Понятно или нет? Каждый делает зикар по-своему. Говорит, уль-мунаса, ба-толи-а-ти-бария фи-и-и-вахира. И шейх ул-ислам ибн Таймия говорит, и ясно-понятно, почему дуа лучше принимается в конце намаза. То есть, до саляма, а не после саляма. Ясно-понятно. В чем ясность? Говорит, потому что тот говорит, который совершает намаз, что он делает? Он общается со своим Господом. Правильно или нет? То есть, разговаривает со своим Господом. И говорит, пока он находится в намазе и не вышел с намаза, то он продолжает оставаться в постановлении того, кто общается с Аллахом. Так или нет? Говорит, поэтому, если он в это время дуа будет делать, то это, говорит, очень подходит под его положение, под его состояние. Ясно же это? Говорит, если же он, что, уже вышел из намаза и повернулся к людям и закончил свое общение со Всевышним Аллаху, то он уже вышел с того места, где он общается с Аллахом и надлежит ему делать дуа ко Всевышнему Аллаху. Но наоборот, сейчас говорит, что время делать зикр, поминание Аллаха после намаза, а не делать дуа. Видишь? Говорит, что, а также восхвалять Всевышнего Аллаха. Поэтому, говорит, общение и дуа ко Всевышнему Аллаху, когда ты направлен к Аллаху, то есть, направлен к Аллаху в намазе. Так или нет? Если же человек уже вышел из намаза, то восхваление Всевышнего Аллаха, а также его поминание более подходит в данном случае. Также, есть ученые, которые сказали, что после намаза является желателем делать некоторые дуа, при этом выбирая дуа, которые не установлены в сунни. То, также есть еще другая группа, которая противоположна этому. Вообще, говорят, после намаза, что не надо сидеть. То есть, смотри, шейху алисалам имитамин, что хочет сказать. Говорит, некоторые из ученых попали в две крайности. Первые сказали, после намаза надо сидеть долго и делать общественную дуа и тому подобное. Противоречит им, говорит, что вторая группа ученых, которые сказали, вообще не надо сидеть после намаза, надо, асалям, давай сразу уходить. И это говорит неправильно и это неправильно. Почему? Потому что дуа после намаза не надо делать. Его надо делать внутри намаза. А после намаза не надо сразу оставать и уходить, а надо делать зикр, так или нет. Вспоминание Всевышнего Аллаха, причем не общественное, а что каждый сам по себе. Говорит, это, говорит, вторая группа попала во вторую крайность, так, и не делает пришедшие от пророка, саляму алисалям, азикары после намаза. Более того, считают это еще и нежелательным, и запрещают это. Эти, говорит, что переходят границы тем, что запрещают то, что узаконено, во улявикаму джауизун аль-амра бихайр-ль-машро, а первые, точнее, наоборот, что делают? Переходят границы тем, что узаконивают то, что не является узаконенным. Ясно или нет? Говорит, уаддин инна магуал-амр бихайр-ль-машро, а религия, это что такое? Приказ совершать узаконенные, а не то, что является неузаконенным. Ясно? Значит, исходя из этого, окончательное мнение в вопросе какое? То, что желательным является произносить дуа человеку до саляма. Все хадисы, в которых пришло упоминание мольбы, различных видов дуа, то они узаконены, когда перед салямом. Понятно ли, перед салямом. Что же касается после намаза, то необходимо сидеть и поминать Всевышнего Аллаха теми викрами, то есть теми видами упоминаний, которые пришли в достоверные сунни. Так или нет? Пришли в достоверные сунни, и при этом эти аскары и упоминания, то есть нужно делать самостоятельно. Каждый делает сам по тебе и не делается это в общественном виде. И не делается это в общественном виде. Следующий вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok